В связи с населением, когда происходит некоторое количество жалоб на какие-то определенные вещи. Эти вещи просматриваются, анализируются. И первая такая конференция прошла у представителей Курганской области. И был создан коллегия, представители строительного надзора. Мы решили продолжить эту традицию, проговорили, сделали анализ всех вопросов, которые есть у регионов, проанализировали их и решили провести такую двухдневную конференцию. Для чего все это делалось? Конечно, в первую очередь, чтобы в перспективе повлиять на исполнение и внесение изменений в законодательство Российской Федерации, областное законодательство, чтобы на выходе подхода для решения проблем строительного надзора, решения в первую очередь качества, обеспечения безопасности проживания граждан, оно было обеспечено. Вот сегодня, если вы присутствовали, вы видели, были подняты ряд вопросов. Одни из ключевых это передача части полномочий федеральных на субъект, в зависимости от тех особенностей субъектов, которые есть. И климатических условий, и особенно строительных технологий. То есть у нас на сегодняшний день огромное количество интересных вопросов, мы будем это обсуждать. Еще раз хочу повторить, что в первую очередь, конечно, делается для гражданина. Сегодня требования и желания граждан улучшаются, и мы должны быть тоже современными, мы должны как-то мог по всему успеть и безопасность обеспечивать. Вопросы представителей Министерства строительства и ЖКХ. Мы хотели поблагодарить, что сегодня присутствует, Денесительный руководитель департамента, он руководит как раз той сферой, которую мы сегодня обсуждаем. И те актуальные вопросы, которые мы сегодня саккумулируем, мы, конечно же, направим в Министерство и Ростехнодор для привлечения, какой-то внесения изменений в законодательство. Полгода, что радует компетенции. От лица Министерства строительства и ЖКХ РФ хочу поблагодарить правительство Саратовской области за организацию такого важного, нужного и своевременного мероприятия. Сегодня состоялась очень прямая и откровенная беседа. Собрались эксперты отрасли, представители субъектов РФ, архитектурно-строительных надзоров субъектов РФ, которые обсудили наболевшие вопросы отрасли, поставили острые вопросы и наметили пути их решения. Министерство строительства РФ уделяет большое внимание общению с экспертным сообществом. И архитектурно-строительный надзор – это основная и важнейшая его часть. Благодарим Вас за помощь. И вот несколько слов представителей, как раз руководителя, коллеги строительного надзора, которые сегодня открывают основные вопросы, которые на повестке. Я являюсь руководителем государственного строительного надзора Курской области, ну и одновременно председателем совета российской коллегии органов госстроенадзора, которая недавно создана после того, как прошла конференция в Курске в прошлом году на территории Курской области, потом проведен совет. И вот Саратовская область, мы тоже благодарим за то, что она подхватила эту инициативу и проводит сегодня это мероприятие. Я бы сказала, что сегодня еще живая дискуссия не началась. Дискуссия начнется, наверное, уже после обеда, когда действительно очень много вопросов наболело. И если вы слышали, то многие регионы буквально напали, ну в кавычках, на представителя Минстроя, хотя он не ответственен за эти вопросы, но тем не менее те вопросы, которые министерство сегодня старается решить, они актуальны, важны. А нам, как представителям госстроенадзора Российской Федерации, хотелось бы, чтобы нас слышали. И те новые модели, которые пытаются внедрить, те новые законодательные инициативы, которые разрабатывает министерство, чтобы оно как-то соотносилось с тем, что сегодня делается. Хотелось бы попросить министерства все то хорошее, которое есть, не ломать, а наоборот усилить. А то, чего еще не хватает, хотелось бы, чтобы министерство прислушалось к регионам и использовало в дальнейшей своей работе. Такой баланс между СРО и надзором, он же в какую сторону будет склоняться? Баланса нет. На самом деле баланса нет. Саморегулирование в строительстве и надзор за строительством – это совершенно, скажем таки, одна-другая структура, не пересекающая, а наоборот, дополняющая друг друга. То есть мы полагали, когда создавали саморегулирование, полагали, что сообщества строителей сами организуются, как, например, как на Западе, как-то как артель, и будут нести и качество, и безопасность, и все остальное. К сожалению, сегодня саморегулирование не оправдало себя. Это по мнению многих, а может быть вообще в целом органов госстроенадзора, потому что их деятельность сводится к тому, что они по определенным законодательствам требованиям принимают в члены СРО. И далее, вот он сегодня выступал в представительном устрое, который говорил, что мы вырабатываем нормативные документы, которые как для себя, знаете, мы вот так красиво написали стих, и сами себе его читаем. Потому что они сами же не следуют этим документам, потому что они неприемлемы. Они должны быть на уровне Российской Федерации, неукоснительно исполняться, или если саморегулировая организация какого-то региона разрабатывает для себя, то там, получается, должны с этими нормативными документами работать только та саморегулированная организация, или их несколько, которые присутствуют в регионе. А так как у нас сегодня опять пресловутый 44-й закон говорили, к сожалению, мне не удалось сказать, говорю сегодня и сейчас. Единственным критерием при оценке, при отборе подрядной организации на строительство того или иного объекта, независимо от риска, который несет за собой этот объект, единственным критерием является цена. Цена, самая низкая цена, тот и победил. На чем потом экономит строитель? На рабочее силение, квалифицированное, на строительных материалах, несоответствующих качествам, ну и, соответственно, на технологиях. Вот все. То есть сегодня 44-й – это торги, или как там, аукцион, и стройка – это понятия несовместимые, потому что нельзя построить задешево, уже некоторые другие коллеги говорили, хороший объект. Простите, мелко будет.